Попова Иллоби Владимировна. Попова Иллоби Владимировна, это директор Попова Иллоби. И тема ее накладок «Миграция на свободное полу. Успешный опыт внедрения в краснодарском суде». Здравствуйте. 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 С директорами сейчас познакомимся. Меня зовут Попова Иллоби Владимировна. Я представлена УПИНФО в качестве директора, но также я представлена УПИНФО в качестве экономики в качестве зам директора научно-учебного центра. И вот это внедрение, и также я ищу преподавателей. Поэтому я в курсе этого внедрения изнутри. То есть и как сотрудник института, и как преподаватель при работе со студентами готова ответить на ваши вопросы и объяснить вам, как вы это делали, зачем вы это делали. Я знаю, что здесь есть ряд представителей ГУЗов, и наши опыты наиболее близок. Хотя у нас есть специфика. Мы заученные образовательные учреждения, в первую очередь. То есть у нас есть точные специальности, но их немного. И у нас нет таких, допустим, дисциплин сильно информационных. У нас учатся экономисты, у нас учатся финансисты. И поэтому работа вот в плане офисных пакетов, да, это фактически то, что они изучают информатика. Так вот я нашу сетью попытаюсь проникнуть, что наш опыт, может быть, вам не совсем не назначен. Но мы внедряли все из среди сотрудников и среди студентов. И, конечно, в образовальном процессе тоже используют те же самые технологии. Значит, хочу еще один вопрос маленький сказать. Презентации, которые сегодня будут докладываться, они все будут выложены на сайте, адрес которого вам известен, да? У нас есть в конце программки. Да, у нас есть в конце программки. Значит, вы можете особенно не стараться ничего не записывать, вы получите презентацию и даже более полную, чем та версия, которая будет, ну, пойдет в наше время. Значит, кроме того, там же где-то будет ссылочка на футайбун сегодняшней конференции. И где-то через некоторое время, наверное, будет репортаж, ждали минус форматы на сайте my.o.ru по поводу нашего сегодняшнего мероприятия. В общем, там можете познакомиться. В общем, там будет этот номер век. Я уже запахнусь на канал, но я уже не запахнусь на мой канал. Я еще раз хочу сказать, что мы додумали конференцию для людей, стратегически принимающих решения о том, на каком-то программном обеспечении они будут продолжать работать, потому что проблема, связанная с лицензированием программного обеспечения, она до сих пор не решена, она остается в проблеме. Некоторые предприятия ее успешно решили сразу же в 2007 году, когда эта проблема перешла в статус опасных проблем. Вы эту историю знаете, но я все-таки буду рассказывать достаточно последовательно, чтобы объяснить мотивы, по которым мы занимаемся этой темой, не то что ради того, чтобы сэкономить, а с полным осознанием праведности нашей идеологии. И вот эта идеология, это момент, который выпускается, как мне кажется, вот сейчас, когда, допустим, школы пытаются посадить на программное обеспечение свободное, им говорят «давайте, давайте», но они мне объясняют, почему это хорошо и правильно. Мне хотелось бы заострить внимание на это вопрос тоже, почему мы считаем, что это хорошо и правильно. Значит, ну, начиная с истории, все произошло в конце 2006 года, да, когда большинству из вас известное дело Полосова получило охоту. Кто-то, кто не знает, я скажу, что это директор одной из сельских школ, которого обвинили в том, что на компьютерах в его школе было установлено лицензионное программное обеспечение. Нам всем совершенно понятно, что не сам комиссар должен был платить из своего кармана за лицензионное программное обеспечение в своих школах, а что это дело государства, потому что школы государственные, и, соответственно, эта акция была направлена тоже против государства. Линуксует, и все сразу же порадовали, если поняли, что здесь есть ниша, здесь наконец-то появилась возможность каким-то образом продвигаться со свободными программами, потому что Microsoft образовался такая большая проблема, что мы на этих продуктах сидели бесплатно, а теперь вдруг в какой-то момент стало необходимо платить. В масштабах государства эта проблема вливается в то, что государство тут же должно взять огромные деньги и отдать их в экономику чужой страны. Не в свою хотя бы вкладку, да, не в свои фирмы, развивающие информационные технологии, а в корпорацию Microsoft. Поэтому государство тоже очень сильно задумывалось об этой проблеме, и кроме школ есть еще госорганы, да, есть еще высшие образовательные учреждения, то есть большой государственный сектор, который весь находился в кругу на нелегальном положении. Никто не задумывался, кроме банков, наверное, о том, что лицензии на программное обеспечение надо покупать. Значит, дело Коносова, я вкратце скажу, закончилось тем, что ему вынесли, то есть ему приговорили, да, штрафом в 5 тысяч рублей, это было в мае 2007 года, но после он подал ответный иск, и 9 сентября 9 года ему компенсировали моральные излежки в сумме 250 тысяч рублей. То есть и здесь, в общем-то, справедливость вас сожидовала, потому что за Коносова, кстати, заступались очень многие, ну, допустим, Горбачев, допустим, Путин, высказывали в поддержку Коносова свои мнения, да, и говорили о том, что это несправедливое решение. Значит, вот та статья, по которой Коносова судили, 146-я статья уголовного кодекса Российской Федерации. Опять же, я думаю, что большинство из вас об этой статье наслышано. По ней следует, что если использовать не лицензионное программное обеспечение, а программное обеспечение у нас по нашему законодательству, да и по законодательству любой другой стороны, защищается законом об авторском праве, и приравненно к любым другим произведениям, за книгам, музыке, фильмам, то если это совершается группой лиц, что касается системных администраторов, да, или в особо крупном размере, или лицом с использованием своего служебного положения, то здесь срок до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Я не буду говорить о реальной практике дел в Красноярске. В 2007 году это действительно было достаточно часто, да, когда приходили на предприятия, начинали там высковывать системные блоки, решали предприятия без производства, потом через какое-то время отдавали эти системные блоки, а предприятию уже приходилось купить все новое, потому что они не могли работать за то, что в самом деле. И тогда все были действительно напуганы. Как-то с течением времени здесь немножко послабше стали относиться с точки зрения закона, и без предприятия. То есть существуют все еще планы, по которым надо за квартал столько-то уголовных дел по вот этой вот статье раскрыть, раскрыть, но в основном сейчас эти планы, они идут либо на контрафактные CD, то есть пришли в наточку, вот обрали диски, да, вот уголовное дело, либо вот то, что называется контрольная закупка, то есть звонят непосредственно человеку, который дает определение о том, что он устанавливает программное обеспечение, заказывают ему установить программное обеспечение на сумму больше, чем 50 тысяч рублей, потом приходят трое заказчиков, двое из которых понятые. Это очень удобно, то есть не надо вообще этих людей доходить. Тем не менее, на предприятиях проблема, естественно, не решена до конца и остается, и все системные администраторы знают, да, что кто несет ответственность, руководитель вообще-то? Но руководитель скажет, я ничего не знал, я в этом ничего не понимаю, все ставил мой системный администратор. Я хочу немножечко объяснить термины, которыми мы будем дальше пользоваться. Опять, считаю, что многие из вас знакомы, но тем не менее, я их подожду еще раз. Значит, с точки зрения, то есть когда появилось свободное программное обеспечение, надо было назвать каким-то словом все остальное, все не свободное. Назвали его профилитарное, то есть собственничество. То есть считается, что есть программа, у которых есть собственник, который один и решает, как будет развиваться эта программа, за какие деньги продаваться, хранит у себя исходные коды этой программы. И ярым представителем вот такого направления является компания Microsoft, ну и многие собственные, если исключительно, вот Microsoft, потому что Монор, Photoshop, да, или другие приложения. Свободная программа по-английски, free, и есть небольшая опутанница, потому что и free, и free по-английски обозначает и свободу, и бесплатно это время. Поэтому чуть дальше я покажу, что здесь имеется в виду именно свобода. Бесплатность это следствие свободы, оно не всегда обназначено, это следствие. Они могут быть бесплатными. Значит, копирайс, это право делать копию, это закон, который появился в Соединенных Штатах еще в прошлом веке, когда появилось книгопечатание, и когда необходимо было защитить авторов книг от издателей, которые могли бы просто забрать книгу, да, у него не компенсировав никак, и начать ее тиражировать. С течением времени вот этот закон копирайс все ужесточался, то есть изначально автор имел право на все копии своего произведения только 14 лет, потом увеличили это время до 5-10 лет. Сегодня по большинству законов это пожизненное право автора, плюс еще 75 лет после его смерти, то есть право его потомков. И так как технологии-то сильно изменились, идет у нас электронный, и мы теперь все выкладываем в сети, это легко и просто, не надо тиражировать на бумаге, не надо использовать печатный станок. Ну и закон о копирайсе считается устаревшим. Это в основном законодательство Соединенных Штатов, которое на этом законе все время судебные дела выигрывают и любят его проводить, оно пытается его удержать и ужесточить. Вообще, этот закон сейчас теряет свою актуальность, он сдерживает прогресс, особенно в информационной области, и существует мнение о том, что надо сделать его опять менее жестким, то есть дать опять те же самые 14 лет автору на право, а потом сделать произведение общественного достояния, чтобы собирать электронные библиотеки безболезненно, и с программным обеспечением, в общем, чтобы каким же образом можно было поступать. Поэтому существует течение, которое называется копи-лэп. Это как раз то течение, которое пытается заново поросить копирайс, пытается ограничить права возбирания. Значок у него, видите, в обратную сторону, да, это прямая противоположность, и одна из лицензий на программные продукты, которые относятся к разряду копи-лэп, это лицензия группы вейф. Та самая лицензия, по которой лицензированы все программы, которые мы сегодня вам будем показывать, в том числе, да, по которой лицензирован Гинукс. Эта лицензия оплатает рядом исключительных положений, которые дают свободным программам возможность развиваться и их кушевизам. Ну и еще одно коренное и основное отличие проприетарных и свободных программ в том, что код проприетарных программ закрыт, а код свободных программ обязательно открыт, где-то опубликован. Соответственно, любой желающий может узнать, во-первых, что делает реальная эта программа, да, потому что он может почитать код. Во-вторых, может взять его, изучить, исправить под свои нужды и выпустить новую версию на основании этого исходного кода. Ну, Linux — это ярый фланг свободного программного обеспечения. Что такое открытый исходный код, я не буду вам рассказывать, потому что не на той аудитории мы находимся. Что такое свободное программное обеспечение, то есть какие права дает лицензия ГНУ ГПЛ. Это право использовать программу, которую вы получили как угодно. Это право получить доступ к ее исходному коду, изучать его и модифицировать его. Это право распространять программу, лицензированную по ГНУ ГПЛ, как вы хотите, публиковать ее, тиражировать, в том числе и продавать за деньги, если вас будут покупать, никто не воспроизводит. Единственное, что запрещает лицензия ГНУ ГПЛ, это взять чужой исходный код, немножко его модифицировать и сказать, что «а теперь это моя программа». То есть присвоить себе плоды чужого труда и закрыть эту программу. Лицензия обязывает, если вы сделали модификацию на базе открытого исходного кода, вы обязаны эту же программу лицензировать по ГНУ ГПЛ, открыть ее исходные коды и дать другим людям пользоваться плодами уже немножко из своего труда. Давайте покажу участникам нынешнего... А, ну вот как раз вот этот вот принцип наследования, то, что вы, если взять программу по ГНУ ГПЛ обязаны лицензировать вот тоже по ГНУ ГПЛ, это и называется КУБЛ. Представляем я вам, да? Тракция. Значит, все вы тоже узнаете участников современного противостояния. Билл Гейтс и ГНУ ГПЛ, логотипу Гиндовса и Гинуса. И еще один участник, которого обязательно надо знать, это Ричард Столман. Это Ричард Столман придумал лицензию в ГНУ ГПЛ. И Ричард Столман уже сделал три версии этой лицензии. И именно он отстаивает права... Отстаивает права свободных программ. Немножечко истории. Как так получилось? Ричард Столман это один из первых хакеров. Да, сейчас мы, по-моему, 54 или 56 лет боюсь. Немножечко... Ну, где-то в этом я помню. Это же один из первых хакеров. А хакер, вы знаете, слово хорошее, положительное очень. Это люди, которые хотели знать все досконально изначально. И в ту пору, когда он начал заниматься программированием, программирование было еще наукой. То есть люди писали программы, тут же их публиковали все исходные коды, тут же их обсуждали. И это было такой же научной деятельностью, как в математике. При нем программы стали коммерческими. При нем стали закрываться исходные коды и стали продаваться только экзешки. И его эта ситуация сильно расстроила. И он решил, что он посвятит, в общем, свою жизнь тому, чтобы все-таки оставить программы свободную. Чтобы разбить вот это вот направление свободных программ, где программирование все еще и для этого наукой. Где каждый может взять чужой написанный текстовый редактор, дописать на него что-то еще и сделать свою программу. А не доказывать теорему Пифагора, да, каждый раз в нуле. Вот, Пифагор, теорему свою. Закрыл доказательства, да, и запатентовал, то каждый следующий математик сначала должен был либо заплатить, либо сам доказать, а потом уже на основании где теоремы что-то делать. Вот такая же ситуация, в общем, сложилась и в области программирования. Эта идея двигала личного дома. И то, что я говорила про свободное и бесплатное, то, что в английском языке это одинаковые слова по смыслу, в самой лицензии Google Play прописано следующее. Свободное программное обеспечение означает свободу и нецену. Чтобы понять эту концепцию, следует представить себе свободу слова, а не бесплатное пиво. То есть я еще раз говорю, это идеология. Это вот такая, можно сказать, коммунистическая, фактически идеология, да, сильная, которая на Западе была особенно непонятна. Потому что они никогда таким вещей не признавали. И тем не менее, она выжила, и она сейчас составляет единственную конкуренцию продукта Microsoft. Ричард Стоуна создал свой фонд, который называется Free Software Foundation. И этот фонд сейчас занимается на чипе свободных программ. Я хочу сказать, кто же пишет на самом деле, потому что сложилось за долгие годы предубеждение, что свободные программы пишутся в подвалах немытыми косматами-программистами с красными глазами, которые, в общем, и доверять этому продукту потом нельзя, да? На самом деле, ситуация изменилась давно. И вот по последнему отчету за 2009 год, который ежегодно собирает Free Software Foundation, изменения, которые были внесены в ядро Linux начиная с 2005 по 2009 год, более 30% из них приходится на долю коммерческих компаний. 12% приходится на долю линуксовой компании RedHard, которая основной бизнес, и примерно 30% на остальное свободное сообщество, то есть на тех самых с красными глазами, которые сидят в службе своего лучшего дня. вот название этих компаний, которые входят в 50%. RedHard, IBM, Novel, Intel, Oracle, Linux Foundation, сам видите, Google на последней строчке, в Linux Packer. вот они составили 50%. То есть это серьезные компании, которые вкладываются в разработку Linux. Это серьезные программисты, которые работают за деньги. Почему это делают такие серьезные компании? Ну, тут есть много аспектов. Самое понятное, когда я студентам рассказываю, я рассказываю примерно так вот. Представляете, есть дорога, которая нужна всем. Один почту возит, другой хлеб возит, еще что-то. Да, вот всем собственным или железнячным компаниям эта дорога нужна. Одни делают там ноутбуки, должны драйвера писать под Windows, другие там что-то, еще и должны тоже под Windows. То есть все должны Windows, все должны отчислять. Дорога платная, дорога принадлежит Windows. Поэтому все серьезные компании заинтересованы в том, чтобы построить себе бесплатную дорогу рядом, по которой они могут ездить бесплатно ради своего бизнеса. Вот Linux сейчас это право простой самой бесплатной дороги. И все почувствовали, что эта дорога действительно может быть построена и она действительно составляет конкуренцию на просмотр. Все, собственно говоря, объединены против господства Microsoft на собственном рынке. Но кроме того, открытый процесс разработки дает массу преимуществ самим разработчикам. То есть они совместно разрабатывают программы. Программисты IBM что-то сделали, взяли программисты уроков что-то приедали. Труд программистов IBM они использовали бесплатно. Заплатили только за свой. Получается программа, которую могут использовать все разработанные совместные номеры. Ну и прецензионное числение я сказала, значит, здесь я не буду задерживаться. Будет более подробная немножко презентация выложена на сайте, там по подводной счет спал. Теперь какова проблема в организациях при переходе на свободное программное обеспечение. С какой проблемой столкнулись мы? То же самое. В 2007 году у нас стоял Windows в качестве операционной системы и приложения, которые под Windows, которые, честно скажем, были там же взяты, на тех же дисках, на которых можно сразу все взять. и фотошопы были на одном диске там и все это маленькие смешные вещи. Значит, что нужно нашим пользователям? Офисный пакет, естественно, да? В чем они умеют работать? В Luregen, в Excel. Ну, некоторые еще в PowerPoint и в Access. Архиватор нужно, да? Архиватор VIN RAR, допустим, это тоже вкладка. Здесь перечислены вкладки, приложение. AC10 все привыкли, что он есть. Он вкладка. Фотошоп все привыкли, что можно поставить. Photoshop, это не Microsoft, это удобно, это платно. Значит, многие перелогу поставили в качестве векторной графики. Файнридер на каждой машине для распознавания текстов со сканера, да? Файнридер тоже платный. И здесь, конечно, всего нет, но когда начинаешь смотреть, ага, насколько денег это у нас идет, как раз статья 46-я, нам как раз по максимальному разряду участвовать. Свободные аналоги для слива этих приложений есть. И сегодня они будут демонстрироваться в двух версиях. Те свободные аналоги, которые можно поставить непосредственно на Windows и избавить себя хотя бы от вот этой части, да? То есть Windows остался больше тот, но мы убрали Microsoft Office и поставили вместо него Game. Мы убрали Microsoft Office и поставили вместо него Open Office. Мы убрали TheBad какой-нибудь и поставили вместо него Mozilla Content. демонстрируем, да? То есть заменение параприентарной платной программы, которые использовались незаконно, на свободные аналоги, которые лицензированы по гну ГПЛ и которые можно использовать абсолютно легально, бесплатно и никого не бояться. А еще и давать студентам с собой, потому что распространять мы право по лицессии будут или не имеем. Давайте еще чуть-чуть скажу. Что нужно пользователем на самом деле? Разделено на платформы и приложения. Все знают, что в пользователе платформа все равно какая. Пользователь умеет работать в приложении. Научился вверху? Умеет работать в вверхе. Работает ли этот вверх подмитываться или подмитываться, пользователь уже на самом деле практически все равно. Там разница минимальная, там диск надо обязательно отмонтировать, а в индексе можно дискету просто так взять после все раннего, которые заметили наше поле. Поэтому мы когда делали перевод, мы поменяли приложение, а потом уже поменяли платформу, когда люди уже все равно приводят приложение. Это было достаточно просто в основе. Несколько слов про то, что такое дистрибутив линус. Здесь приведены разные, на самом деле их значительно больше. В отличие от линус, я еще не видел, в отличие от линус, линус разделяется, так скажем, на ядро, которое отдельно, отдельное ядро. Это ядро, но оно идет сразу в составе дистрибутива. А дистрибутив это ядро плюс все приложения. Приложения, которые нужны пользователи. Их гораздо больше, чем они нужны обычному пользователю. Ставятся обычные все, если что-то надо, из дистрибутива доставляется, выдастся, дистрибутивы могут быть различны. Почему их так много? Потому что исходные коды открыты, любая компания может взять эти исходные коды и начать модифицировать. Вот так и получилось, что в мире сложилось несколько компаний, которые из изначальных исходных кодов стали делать свои редакции. Так как они обязаны их тоже открыть по ГПЛ, они их открыли по ГПЛ. Я, кстати, не расшифровала, ГПЛ это General Public License, то есть Генеральная Публичная Лицензия, если не хочешь, да? А ГНУ это акроним, который означает ГНУ и слот Unix, потому что Unix как раз стал платной операционной системой и стол он пытался построить бесплатно, что это будет не Unix. Ну а АГЭ это просто для красоты, потому что можно этот плагетик срочно не было свои выборы. Различные дистрибутивы в разных странах разными компаниями делаются. Популярно, вы знаете, группу. Мы используем Fedora, потому что мы считаем, что Fedora плюс к Радхату, а Радхат это належность. Мы пробовали Андрееву, мы пробовали Суси на самом деле, Дэйн Бунду тоже ставили, то есть все фактически из этого перебиралось. но вот остановились на фигуре и все два года мы работаем на фигуре. Дистрибутивы есть российские, вы знаете, точно так же в России есть компании iLinux, iSpoililux. iLinux сейчас как раз занимается внедрением Linux в российские школы. Мы на протяжении тех же самых двух лет, уже три. про OpenOffice.org будет сегодня доклад с презентацией, с демонстрацией, но я чуть-чуть тоже про это скажу. OpenOffice.org это главное приложение для наших пользователей. То есть текстовый редактор и редактор электронных столбиц нужен всякому пользователю. В то время как 1С нужно не всякому. поэтому OpenOffice.org появление его это как раз та возможность перейти на Linux, та возможность перейти на свободное программное обеспечение. Значит, пишется либо так, либо в сокращении вот так вот. И этот пакет специально разрабатывался, чтобы дать альтернативу метрофту в офис. Специальное приложение вместо Word of Writer вместо Excel HALF вместо Powerpoint IMPRESS в котором сейчас идет эта презентация. Что сыровато, я скажу сразу Base. Base вместо Акцесса пока все еще не ходит здесь репутив. По умолчанию то есть его можно заставить использовать, но мы все еще покажем что Base сыровато. Но тем не менее работа ведется. И вы знаете, что версии выпускаются часто. и можно надеяться, что в ближайшем будущем весь офисный пакет наконец-то дойдет до максимально удобного состояния, тем более, что сейчас занимается корпорация сам. Не просто там кем-то опять же, а OpenOffice нужно устать сам. Я остановлюсь на одном моменте, потому что мы поговорили про то, что свободными и проприетарными бывают программы, а теперь я скажу, что свободными и проприетарными бывают форматы ДТС, что тоже немаловажно. Такие форматы, которые стали стандартом по умолчанию, все знают, что если я файл доп. пошлю, то на том конце и то точно прочту, эти стандарты оставались, доп. уже стал более-менее открытой, Excel, PowerPoint и так далее все еще остаются закрытыми стандарты. То есть правила, по которым записываем информацию из файла на диск, не опубликованы не в теме, они являются секретом корпорации Microsoft. И хранить свои данные в формате, который прежит зарубежной корпорации, это не есть правило, ну скажем, для гособранов точно, да? Поэтому это является проблемой закрытой формата. И пакет OpenOffice, ну написано в 108 году под влиянием общественности все-таки блок-спецификация была открытой, и то только для некоммерческого использования. А остальные спецификации все еще закрыты. Значит, именно для цели того, чтобы сделать открытые форматы, создавался пакет OpenOffice. Потому что семейство форматов вместо Do, ODP, OpenDocument.desk, вместо Excel, ODS, OpenDocument.starship, вместо PowerPoint, ODP, OpenDocument.presentation, и так далее. Они образуют семейство форматов с общим названием ODS, вот у нас плата Адельса, OpenDocument.format. В 2006 году это семейство свободных форматов, публикованных, которые могут свободно хранить свои данные, было признано стандартом ИСОР. И после этого пошло шумокое внедрение, особенно в госорганов, во многих странах мира. Вот тут перечислено. В Бразилии, Италии, Корея, Хорватия, Швеция, ЮАР и Лисуэлла. Это государственные стандарты хранения данных. Вы знаете, в России тоже обсуждается и как-то там в пилотном порядке решается, как мы будем переводить наши государственные органы на хранение данных в формате УДР. Но в России все еще решается. Там уже решено. Правда, ситуация с 2006 года изменилась, потому что с тех пор вышел пакет Microsoft Office 7, да, и в этот пакет Microsoft поняв, что закрытость информатов это проблема, которые не даются им распространяться в некоторых местах, где бы они хотели, они предусмотрели и формат 2x, который является стандартом, вот этот OpenXML, который является стандартом в офисе 7, он уже тоже открыт. Они его опубликовали. OpenXML, открытый XML, и они пытались его дважды провести через стандартизацию. Один раз он был отклонен в качестве второго международного формата, то есть первый УДФ и еще OpenXML второй. А второй раз все-таки удалось. Это было 1 апреля 2008 года. Ситуация была скандальная и некоторые страны вышли потом из состава своих голосовательных комиссий, потому что допустим 21 человек голосовал против двое за и в итоге страна голосовала за. Понятно какие данные, некоторые оскорбились, разорвали свои связи с подобными организациями, потому что она была куплена, потому что формат был сырой. Но тем не менее у нас есть два стандарта на сегодняшний день международного аминодокумента. И получается правильно хранить данные либо OpenXML либо ODD. Кроме общественных форматов есть же еще форматы свободные и свободные. И те, кто ходит на Википедию знают, что с Википедии в файл допустим GIF не скачается. Нет там таких файлов. MP3-шку вы оттуда не скачаете. Нет там такого. Потому что это все патентные притязания. Они не могут использовать закрытые или запатентованные форматы. Используют только открытые. Значит, вот допустим RAR является запатентованным. Поэтому выбираем во что архивировать RAR или ZIP выбираем ZIP. Нам все равно, да? Но при этом мы ничего не нарушаем. MP3-патентованный формат. То есть производитель MP3-плеера должен отчисление с продаж своего плеера держателю вот этого патента. OVG вверх, да? Он свободный формат. Он не так широко распространен. OVG-плееров я все еще не видела. Но тем не менее есть альтернатива, которая правильная и которой можно пользоваться. GIF формат тоже запатентованный. А вот BNG и SVG свободные. Поэтому все файлы графические, которые вы с Википедией скачаете, это либо BNG, либо SVG, да? Ну, GBI, по-моему, не помню. Ну, GBI, по-моему, не помню. Ну, и говоря уже немножко на эту тему, я еще коснусь свободного контента. Мы сказали, программы бывают свободные или не свободные, форматы бывают свободные или не свободные, музыка бывает свободная или не свободная, фотографии бывают, картинки бывают. Когда вы на Яндекс.фотке выгружаете свою фотографию, она по умолчанию копирайт ваша. Да? Копирайт возникает в момент создания произведения. Вы знаете, не нужно патентовать ничего, достаточно произведения создать, и вы уже его автор. Ну, там могут споры возникать, если кто-то упрает, вы не сможете доказать, что вы были первыми. Но тем не менее, вот вы сфотографировали, на Яндекс.фотков выложили фотографию, вы ее автор. Чтобы кто-то взял у вас эту фотографию легально, он должен вам заплатить и оформить с вами бумаги, чтобы вы подписали, чтобы ему передали, что вы не возражаете. У меня была реально такая ситуация, то есть у меня попросили дать фотографию для двух документов, я сказала, возьмите, я сказал, мы не можем там, вы нам бумажки подпишите, что вы отказываетесь, не хотите и так далее. А, например, если на Google, на Пикассо выкладываешь свои фотографии, Пикассо. То там тебя спрашивают, по какой лицензии ты хочешь их лицензировать? Полностью все права ткали? Либо периодив коммунс с какими-нибудь ограничениями или без ограничений. Ну, не могу. Значит, периодив коммунс это группа лицензий, которая была основана Лоуэнсом Лисингом. Это тот человек, который придумал, что за годом копирайта надо бороться, что копирайт сдерживает себя. И это группа лицензий, в которой можно, допустим, отказаться полностью от своих всяких притязаний, сказать, что вы можете использовать мою фотографию в измененном виде или в исходном виде, в коммерческих целях или в некоммерческих целях, как хотите. Можно что-то ограничить, допустим, вы можете использовать мою фотографию только в неизменном виде или вы можете использовать ее, но только в некоммерческих целях. И единственное, что остается обязательно необходимым при использовании чужого произведения, обязательно надо автору указывать. Вот это обязательное условие. Платить ему не надо, это сразу же дали. Вот ресурсы, допустим, где можно брать свободные рисунки, open-play parkour, лицензированные по Creative Commons. Вот это музыка, Джаминсо Ком, да? Пикассо, Google Web, я просто покажу. Вот смотрите, поиск на Пикассе. И справа, видите здесь, Creative Commons. То есть я выбрала только те картинки по тему Красноярска, которые лицензированы по Creative Commons. Я могу похвастаться две из них, мои там, где важно. И мне приятно, что другие люди могут прийти и свободно забрать то, что я сделала. Могу еще одну небольшую историю рассказать. Мне хотелось на YouTube выложить ролик про Красноярск. Тунице мира, очень красивая на Новый год. Мы проехали, ее засняли. Хотелось посвастаться такая красивая. Надо было просто какую-то музыку подложить. Я по неграмотности взяла первую попавшуюся на Новогубнюю Милугию. Это была какая-то известная американская песня. Я ее подложила под свой ролик и стала грузить на YouTube. YouTube первым делом мне сказал «Вы используете музыку такого-то автора, вы нарушаете авторские права, если у вас есть какие-то претензии, можете их избавить». Я поняла, что я не права, я пошла на этот сайт Джаменко, который дал музыку. Нашла на Новогубню какую-то песенку, подложила, выгрузила, все произошло очень хорошо и через 4 дня мне написал издали автор этой музыки и еще сказал «Спасибо за то, что я ее в школу». То есть есть свободное пространство и в области контента, и там можно ничего не нарушать. Не воровать чужие фотографии, а найти те фотографии, которые люди готовы отдать. Не на Яндексик взять, а на дубли. Всего это правильно. Так, ну и все. Значит, с идеологической стороны вопросы я сейчас заканчиваю, перехожу конкретно, как же это делать у нас. Кое-что я уже сказала. Значит, у нас были этапы. Этапов было два. Значит, на первом этапе мы оставили Windows, как оно было. Но к первому сентября все компьютеры убрали все фотошопы, все винрады и все круче. Когда люди пришли на рабочие места, они увидели вместо них, что у них не фотошоп, а гим, что у них не лирар, а сель зип. И, в общем, несколько вопросов поспрашивали и достаточно быстро сориентировались. На втором этапе, ну, вот эти все программы вы получите сегодня. То есть, если вы захотите сделать так, чтобы у вас были с чего начать. Буквально в завтрашнего дня. На втором этапе мы, с позволения Виктора Глебовича, собрали сотрудников, которым предстояло пересесть на Windows. И провели с ними такую презентацию, которую я показала сегодня вам. То есть, я им рассказывала, почему это хорошо, почему мы считаем, что это хорошо, почему мы не хотим тратить деньги на микрософт, не потому, что мы такие бедные, а потому, что мы не хотим посмотреть. И, в общем, люди вдохновились, хотя, конечно, их ждали трудности впереди, тем не менее, мы их морально немножечко подготовили. И раздали им диспет с тем же самым свободным софтом, чтобы они могли поставить его дома. Чтобы, если они файл с решением ОДТ на работе сделают и принесут домой, то не было бы чем там его почитать. Ну и так же, собственно говоря, со всеми остальными программами. Ну а потом просто поменяли платформу. Поменяли платформу Windows на Linux и каждому дали небольшую брошюрку, где вот основные отличия были написаны. Вот как, например, сохранять на дискету, когда наши дискеты были в ходу. Что нельзя просто выдернуть дискету, надо ее отмонтировать, иначе писаться на нем не будет. Вот такие мелочи, 20. И больше, собственно говоря, ничего мы не делали. Конечно, проблема у нас с техникой тоже была. У нас была одна модель принтера Hennon 800, что ли, 2800, да. Который, кстати, сейчас уже работает у нас по Linux, два года прошло. Но изначально нам пришлось на все Windows его сдвинуть, на машины с Windows. Других проблем по технике, то есть, нет, других проблем по технике у нас не было. Только вот эти принтеры. со студентами что мы сделали? Значит, возникла проблема берегота учебных пособий, да. Ну, как раз в ту пору у нас проходило здесь лицензирование, и мы должны были методические пособия все привести в порядок, и мы уже были готовы, у нас был человек в штате, который занимался как раз формированием этого методического комплекса всего. Поэтому мы сразу же делали это все в УДТ. Сейчас у нас все методические пособия в формате УДТ, учебно-методические комплексы в формате УДТ студентам мы отдаем в PDF. То есть, мы делаем файл экспорт в PDF, это одна кнопочка, и студентам на диск вместе с этими PDF методическими записываем на всякий случай программу, где чтение в PDF свободно, потому что акробат-ридер оказывается установлен далеко не у всех. как мы полагали, что в PDF все читают, а данные это не все. Поэтому программа идет вместе с методическими. Кроме того, с каждым подобным проводятся занятия по информатике, ну, с первокурс всегда проводятся, и с контрольной работой по информатике они получают вместе с заданием еще свежую версию инсталляшки OpenOffice. И здесь на практике, когда мы их будем и говорим как работать с текстовыми редакторами, мы не говорим давно ни вверх, ни Excel, у нас задание сходится к работе с текстовым редактором и на работе с электронными таблицами. И когда мы их показываем, как они будут с этим работать, мы показываем это на ноутбук, если мы показываем это в OpenOffice. Когда они идут в компьютерный класс, они занимаются практикой в OpenOffice. И когда они приходят домой, у них есть выбор, они могут это сделать в одном из ввердов, а вы знаете, XP и 7, да, небо и земля. Поэтому я, собственно говоря, на практике я не могу им показывать, я не знаю, какой у них, я буду в XP показывать, они в 7-ом будут проводить, они в совсем других местах. А вот OpenOffice, он на XP более-менее по интерфейсу это хорошо похоже. И многие из них потом приносят работу, сделанную именно в OpenOffice. То есть они им первый раз объяснили, как это правильно делать на вот этом когда тут еще вверх стоял, и один новый человек пришел и сказал, ну я разобрался с вашим вверхом, у меня вообще OpenOffice был, вообще неудобный ваш вверх. То есть он купил, но в OpenOffice а я его испортила. Я просто стояла в вверху, который работает. Вот такое дело. Вот. И лекцию подобную сегодняшнему семинару мы проводим тоже с каждым потоком. То есть мы демонстрируем свободные программы другие, GameWordscape, Audacity, все это показывает. Говорим, что все это можно взять у нас в сети свободно. Там же можно взять методички по этим программам, потому что проводя внедрение в российские школы в течение двух лет, наше министерство образования на Пиклосе выпускило методичку в каждой свободной программе. Они у нас есть, вы тоже надеюсь, которые получите. То есть есть методички по OpenOffice, отдельно по каждому компоненту. Поэтому люди если заинтересуются и поймут, что это можно взять бесплатно поставить, они все это забирают. А так как у нас заочники, то это примерно тот же контингент, что у вас. Они работают, у них есть эти проблемы, у них есть, они приехали в Красноярск, многие из, ну, не Красноярск, да, из наших городов и поселков. и они получают в общем-то вот это в руки и с этим уже едут к себе и начинают там доносить, что мы можем решить эту проблему иначе, мы можем не покупать, мы можем хотя бы вот это использовать. Поэтому нам это все очень приятно и мы на протяжении двух лет вот сеем вот это потихонечко и нам кажется, что получается. На уровне студентов по крайней мере все получается. Они довольны. и многие потом приходят и спрашивают, как мне линус поставить? Погодите, ну, на домашний компьютер. На домашний я пока не рекомендую, я рекомендую на рабочий поставить, потому что с рабочими все понятно. Там не нужно ставить своих софтов и приносить своих игрушек, да? На рабочем расстроили тебе рабочие места и работа, и прекрасно. С домашним чуть сложнее, потому что там надо все-таки антонсировать, а наши девочки экономистки это не это положение сейчас вот в этом здании на Керенского 70, где вы находитесь. Вы можете пройтись, значит, Windows-класс у нас на третьем этаже, на первом два Linux-класса. В любом кабинете, кроме уголтерии, Linux-машины. То есть вы можете просто заглянуть и посмотреть здесь, что я не сказки говорю. Значит, вот 39 ПК у сотрудников Linux-классов, один на ноутбуке вот на этом, два компьютерных класса на 12 и на 6 машины, две сервера. То есть всего 61 машина над управлением Windows-а работает. Windows-а, один компьютерный класс на третьем этаже, три ноутбука для презентации приходящих преподавателей, потому что поверх будет не всегда так прост, что он однозначно вяжет. Четыре машины с гуглотерией, одна машина специально выделена сканерная, на которой файн-ридер установлен, одна машина в учебном отделе, одна в декаде, одна в библиотеке и один сервер это Windows-2003 сервер. Я вам покажу сейчас, зачем каждая из этих Windows-машин нам осталась. Сколько я сказала? 21? 21. 21 против 61, да? Значит, зачем каждая из машин? Компьютерный класс. Значит, с чем мы столкнулись? АСТ-тест, ФИКО-тест, мы образовательные учреждения, мы обязаны подчиняться министерству образования, они сверху спускают тесты, которые отказываются работать на чем-нибудь, если в этом чем-нибудь нет библиотек Microsoft Access. вот так они построены эти тесты, как бы сделать мы ничего не можем. Нам бы через браузеры запустить, и все бы хорошо. Но есть спецы, которые оказываются работать с любым браузером, кроме Microsoft Internet Explorer. Что, в общем, как-то тоже непонятно. То, что было сказано, что я слышала в последний раз, что теперь министерство образования все будет выпускать просто платформенное, и в школы будет все внедрять в двух вариантов, Windows, Linux, все программы. Может быть, это теперь будет так, раньше это было не так, и на этом у нас есть такая программа. Ну и другая проблема. Дипломники, которые не очень хорошо все-таки форматируют свои большие дипломы, открывая их в OpenOffice, могут увидеть, что некоторые странички как-то сдвижились, чтобы у них шопы не возникало, мы даем им поработать все-таки в привычной им среде. Здесь, на самом деле, больше связано с тем, насколько человек хорошо умеет форматировать. Если хорошо отформатировать в этом нет, проблем не возникает. Значит, бухгалтерия. Зачем четыре машины? Не с 1С. С 1С мы бы забавались об этом слое. Банк-клиент Сбербанк имеет. Налогоплательщики всякие, инфо всякие, фестивальная пара. Консультант Плюс тоже, в общем, не такой большой вопрос, можно было его решить, но, конечно, там все равно Windows, мы его просто не решаем. Хотя я знаю, что будет накладчик, который Консультант Плюс оставил в одном из задачи. Значит, библиотеки у нас сервис и самописная аксессовская обмана, вот они вдвоем там существуют, и у нас машина нужна. Одна машина в учебном отделе, потому что, опять же, Министерство образования спускает ежегодный модуль сбора, чего-то там, который тоже без аксесса работать ни в коем случае не может. поэтому мы оставили. Значит, на другое я сказала, машину мы выделили, и все сотрудники ходят на нее постанировать. В декабре одна машина с двойной загрузкой. Есть Linux Windows, Windows, Windows пересаживается тогда, когда надо нагрузку преподавателей посчитать, потому что там тоже самописная аксессовская программа. И Windows D3 сервер. Вот все задачи наши, которые нам удалось решить. Но некоторые мы бы, может быть, и решили, если бы был в них смысл. По крайней мере, в бухгалтерии можно не четыре машины, а две оставить. Сервы для чего? 2003 сервер. У нас 7.7, 1С-ка, она так была куплена, что она должна так работать. Она скользная? А? Скользная? 1С-ка? Нет. Или 2F-ка? Она... Нет, она 2F-ка. А, погодите. Она не использует... Она файл, она не использует базу. Она не использует... Она не использует... Значит, что мы покупали как образовательное учреждение там, где мы оставили Windows? Я не стала писать... Название лицензии мы демонтируем с Академией Open. Значит, есть и подклисочные варианты, есть и другие. Windows List, это обозначает, что лицензия на Windows List была бы приобретена, но она предполагает все предыдущие версии, то есть реально мы ставили XP. Как происходит лицензирование? Вы покупаете лицензию, на сколько-то машин. Ну вот с List получилось так, что мы должны были OEM-версию прикупить, то есть у нас лежат коробки в подвале. А лицензия сама была Upgrade, якобы, с этого OEM-версии. И она подписочная, то есть она 2 года действует, через 2 года мы должны проплатить еще. Это на Windows. И надо купить еще носитель лицензионный, хоть один. То есть если вы хотите ставить XP, то надо купить носитель XP. Если вы хотите висту, то носитель висту. Стоят они недорого, рублей по 600 эти носители. Значит, лицензия для нас тоже стоили недорого. Вот на тот момент 4000 стоил, допустим, Windows XP, коробочный, да? А для нас лицензия обошлась, наверное, в 2,5. Это с учетом, что это было пересаживание с уемки на вот это праздник. То есть мы из уемки тоже не заплатили. А на офис, это будет дешевле офис. На Дугову было 10-й, а мы заплатили по полторы. Как образовательное учреждение. Потому что для образовательных учреждений здесь, во-первых, зеленый свет. Пожалуйста, обучайте своих студентов продуктов Microsoft. Во-вторых, можно по этой лицензии использовать тем, кто использует на рабочих местах у себя. Можно использовать также и дома. Лицензионно все то же самое. И еще преподавать надо быть студентом с собой. То есть здесь очень широкая лицензия за очень маленькие деньги. Как образовательное учреждение мы, в общем, как бы могли бы все купить с удовольствием. Что нам, кроме идеологических соображений, нам особо не мешало. Значит, сервером что? 2003 сервер мы покупали за 24, по-моему, тысячи рублей на 40 клиентов, потому что у нас два корпуса. А клиентские лицензии к нему вот эти вот, Плюс те, которые работают из подлинных НОС-1С, не учат терминальные лицензии. Это сейчас 20 терминальных лицензий. Мы купили 10 лет расходов и купили еще 10. Значит, по поводу офиса. Мы сначала прокололись, купили вот этот вот офис, оказалось, что в нем нет аксесса. И мы пришлось купить вот этот профессионал офис, в котором аксесс уже есть. То есть три машины надо было с аксесса, вот пришлось купить вот это. И в класс компьютерный тоже. Ну, фальгридер коробочный, покупали еще нет. Было дело, сейчас есть свободные аналоги, но было дело. И Касперского, естественно, на каждую Windows-машину. Правда, это было тоже очень дешево. Вот у нас на два года на 20 машин Касперский стоил 3000 рублей. Эти два года еще не стекли. Правда, Касперский это, конечно, не панацея, все, наверное, знают. То есть мы где-то раз в два месяца вылавливаем нового свежего вируса, отправляем Касперскому МГТО, я этого еще не видел, и потом говорит, что в следующих порядках будет обновление. Хорошо, нам помог вот этот журнал Windows-формат, всем его рекомендую. Для организации совсем недорого, 1800 на год подписка была, сейчас может, чуть подороже стало, если интересно, тут есть номера где подписаться и в центре подписаться. С каждым журналом идет диск DVD, на котором обязательно один дистрибутив какой-нибудь свежий, ну, как свежий, на месте натрине запах и много свободных программ, которые и игрушек в том числе, которые просто не хватает времени все это охватить. Журналы всегда читаются, потому что журналы всегда уроки со свободным программом, то, что очень ценно для нас и наших пользователей. Ну и последнее задололок сюда доделся. Ну ладно. Значит, задололок был такой, почему мы выбрали все-таки свободный программ, безумен. Да, потому что бесплатно. То есть мы были поставлены в ситуацию, что нам необходимо лицензироваться и тратить деньги. Причем в эту ситуацию был поставлен наш головной вуз в том числе. То есть мы же филиал, а у него много таких филиалов. И деньги надо было тратить сразу на всех. Мы обошли здесь очень малой трудой. Ну и так как у нас были люди с опытом работы на тот момент уже, фактически с десятилетним опытом работы и использованием, то мы решились, что мы попробуем это сделать. Значит, что мы получили? Да, легализовали мы свое программное обеспечение, мы можем теперь любому оборуду продолжаться смотреть участие. как аргумент, то, что это сейчас бурно развивается в мире, а в период кризиса еще более бурно, потому что все стали деньги считать. И в России, потому что дело полностью все-таки грянуло, и Россия задумалась. И на государственном уровне внедряется в школах, а это значит, что придут на предприятие через несколько лет специалисты, для которых это вообще проблемой не будет являться. И они будут удивляться, что вы делаете, у нас любой год, вот Руль Владимировна будет когда заплатить, она подтвердит, когда мы ее лишили линуса и пересадили в видос обратно, потому что у меня должностные инструкции поменяются. Она очень переживала, пока мы двойную загрузку ей не вернулись. Потому что поработав в Windows и визус, мы все тоже, наверное, кто пробовал, знают, что вот так вот сидишь в одном рабочем столе, вот такое тяжело, да? И как-то с приложениями на мировозгане. Значит, что еще? Поддержка свободных форматов. Хранист данные, мы свободно в формате УДФ и радио. Повышенная надежность, защищенность для нас как образовательного учреждения это просто праздник. То есть один класс у нас с вирусами, одна бухгалтерия с вирусами, грубо говоря. И тут под Каспинским они с вирусом. Все остальные, но нет проблем. Когда приходит студент со своей флешкой вставать на свой контрольную работу, то есть я вот их смотрю у каждого. Как они ее делают? Каждый вставляет флешку в мой компьютер. И мне с ними смотрят, вот они замученные, а вальчики вот они с замученами, да? Вот у вас вирус, вот у вас вирус, вот у вас вы их видели, нет. Потому что они же скрытые, они подмена с собой не видят. А когда они вот тоже самое сотрудники, они приходят вставляют вставку, приходят вставляют сюда, чтобы линуть в машину. И как увидят, что они принесли. И сразу пугаются, и у нас был сотрудник, который тут же принес ноутбук и сказал мне сюда линуть поставьте. У меня дома есть еще один компьютер, а мне вот сюда линуть и чтобы никаких вирусов не было никогда. Потому что это дело тоже страшное. Не было, я не вирус. Вот говорят, что потенциально возможно и так далее, и я тоже больше 10 лет с линусом работаю, и я ни одного вируса не буду. В классах у нас ни одного вируса теперь нет, у сотрудников подлинуться, ни одного вируса нет. Мы живем вообще хорошо и замечательно. Ну и богатый выбор приложений, потому что свободные приложения конкурируют, развиваются, и мы имеем возможность всегда изучать что-то новое и получать что-то новое. И частый выход новых версий, то есть раз в полгода выходит дистрибутив, мы устали менять его раз в полгода, меняем раз в год. То есть для себя раз в полгода для сотрудников раз в год. Вот сейчас они у нас сидят на 11-й фигуре. Вот, собственно говоря, и все, что я хотела с каждым из них вопросом. Меня очень интересует, а как в других филиалах вашего петербургского петербурга я могу сказать одно. В одном филиале я точно знаю. Сразу же в 2007 году именно пришли и забрали компьютеры. Вот что я знаю по этой теме. И знаю, что Санкт-Петербург сам по-моему долго, мы с филиалами не особо наружатами, но вот Виктор Дмитриевич может кто-то скажет. Санкт-Петербург долго ничего не делал, но вот буквально в этом году к нам из Питера пришел первый файл с расширением ОДД. Причем пришел на Windows машину, которую мы оставили нетронутой. Человек за ней работающий сказал, что это? Это уже наша недоработка, что он не узнал от того файла. Но, в общем, мы так поняли, что головной путь в эту тему стал. А вот про дублей если надо сказать, но только с этого года. В таком объеме практически, сколько я знаю, каждый год собираемся, никто еще не перешел. Но все это делают. В зависимости от возможности.